Карина сидела перед зеркалом, возле которого было все заставлено баночками с гримом и косметикой, и превращалась из 20-летней симпатичной блондинки с серыми глазами в ведьму с длинными черными космами, и внешне становилась похожа на 70-летнюю бабулю. Костюм тоже выбрала соответствующий – длинный черный балахон с капюшоном на пол лица и деревянную палку со змеиной головой на ручке. У нее сегодня был ответственный день. В крупном банке был новогодний корпоратив, и ее заказали для гадания в шатре. Эдакая театральная постановка для увеселения гостей. Обещали очень хорошую оплату. Мероприятие проходило за городом, поэтому за ней в назначенное время прислали служебное такси. Путь был неблизкий, и по дороге Карина смотрела в окно на пролетающие мимо деревья, усыпанные снегом, и грустила, вспоминая свою любимую бабулю, которая умерла всего пару месяцев назад. Все дело в том, что бабуля Варвара Захаровна была гадалкой и знахаркой, к ней вся деревня шла за лечением и добрым советом. В ее доме всегда пахло травами так, что аж голова кружилась. Пожилая женщина знала абсолютно все травы и собирала их всегда до восхода солнца, в определенные дни. Она умела даже готовить различные мази, растирки и делала специальные травяные сборы от разных болезней. Знахарка могла запросто вылечить грыжу позвоночника, вывихи, головную боль или проблемы с кишечником. Многие вели к ней малых детишек, лечить заикание и энурез. Бабуля помогала абсолютно всем, неважно, есть у человека деньги или нет, и даже ночью поднималась с постели и бежала к пациенту, если дело было срочное. Когда держала человека за руку, попутно рассказывала, что видит. Все сбывалось до мелочей, даже если это казалось невероятным. Всем известно, что такой дар передается через поколения, так что Карина еще с детства иногда могла угадывать по руке будущее. Это происходило по наитию и далеко не так часто. Например, однажды, совершенно случайно, ее взяла за руку учительница в школе, чтобы помочь с упражнением. Девочка на нее странно посмотрела, потом сказала. «Ваша дочь попала в беду, ей нужна помощь. Она плачет и боится вам признаться. Помогите ей». Вера Васильевна сперва не поверила. Думала, Карина просто фантазирует, копируя бабулю. Однако, когда пришла домой, присмотрелась к дочери. Та действительно выглядела растерянной и перепуганной. Выяснилось, что она попала в дурную компанию. Над ней издевались и вымогали деньги, и даже отняли телефон. На следующий же день вся школа гудела, что у Карины и вправду есть дар, как у бабушки. Но он проявлялся только иногда, в очень редких случаях. Но когда бабуля стала слабеть, сдавать и часто болеть, она таки передала внучке все секреты и премудрости, только предупредила. «Я тебя, Кариночка, всему научила, что сама знала. Но ты используй свой дар только в крайнем случае. Тяжелое это бремя. Не каждый выдержит. Нести ответственность за чужую судьбу. Так можно и своего счастья лишиться». Только вот так сложилось, что в 20 лет осталась девушка совсем одна на этой земле. Любимая бабуля так внезапно умерла, просто не проснулась утром и все. Сердце во сне остановилось. Карина до сих пор не могла смириться с этой утратой. Но это еще не все невзгоды, которые свалились на плечи несчастной девушки. Жених, которого она безумно любила и уже вовсю готовилась к свадьбе, рассчитывая жить с ним долго и счастливо, вероломно предала и бросила ее. Еще до того, как узнал о том, что она беременна. Все это вместе разом навалилось и буквально раздавило Карину. Она плакала день и ночь. Живот стал болеть и возникла угроза выкидыша. Доктор строго предупредил, что если она не возьмет себя в руки, то может потерять ребенка. Этого Карина точно не хотела, поэтому решительно взяла себя в руки, купила успокоительный чай и поставила себе цель. Во что бы то ни стало, выкарабкаться из депрессии и вырастить своего малыша в одиночку. Вот и пришлось ей вспомнить про свой дар и, несмотря на предупреждение бабули, воспользоваться им, чтобы как-то выживать. Девушка разместила объявление в газете и интернете. «Помогу увидеть прошлое и будущее, все честно и без обмана. Обращайтесь любое время. Кассандра». И свой номер телефона указала. Так потихоньку и стала ездить на дом, к желающим погадать. Такой псевдоним женщина себе выбрала не случайно. Она много раз читала о древнегреческой провидице, которая предвидела гибель Трои и восхищалась ее даром предвидения. Работала Карина честно, никогда не обманывала. Все, что она предсказывала, сбывалось всегда. Ее многие звали к себе не один раз. Платили щедро, хотя она не устанавливала цену. Этого делать нельзя ни в коем случае. Иначе дар может пропасть навсегда. Бабушка ее об этом сразу предупредила. «Денег никогда не проси. Кто чем отблагодарит, тем и довольствуйся. Дар должен идти от чистого сердца. И помни, что ты можешь видеть судьбу только чужого человека. Близкому помочь не сможешь. Ничего не поделать». На каждый свой выезд Карина тщательно гримировалась, поскольку все же очень стеснялась того, чем занимается, и не хотела, чтобы ее узнавали. Она специально купила линзы зеленого цвета и черный парик с длинными волосами. Одевалась в многослойную длинную одежду и пышные юбки, чтобы создавать имидж гадалки. Все-таки пожилому человеку верят охотнее, как ни крути. Наконец-то шофер повернул к шикарному ресторану базы отдыха, который находился буквально посреди леса, и вывел девушку из воспоминаний, сказав, «Ну все, уважаемые, приехали. Вам прямо и налево. Там банкетный зал. Мне звонил управляющий, вас уже ждут». Карина волновалась, ведь впервые она выступает перед большим количеством народа, на публику. Ее потряхивало и подташнивало. Токсикоз от переживаний только усиливался. Плюс жаркая одежда и грим не давали дышать. Казалось, воздуха совсем не хватает. Кроме нее, за кулисами своей очереди ожидало много народу. Фокусники с огромной шляпой, какая-то эстрадная группа и даже дрессировщик со смешной обезьянкой, разодетый, как настоящая модница. И вот ее выход. Ведущий программы объявил в микрофон следующий номер. «Внимание! Внимание! Сейчас у каждого гостя этого вечера будет уникальная возможность узнать свое прошлое и будущее. И это не шутка, ведь к нам приехала сама Кассандра, известная ведьма и гадалка. Встречайте!» На негнущихся от волнения ногах Карина вышла в центр зала, поприветствовала жестом почтенную публику и отправилась в импровизированный шатер. Там был установлен красивый крутящийся магический шар, где все дымилось, вертелось и переливалось, прямо как в сказке. И стала ожидать первого клиента. Первым ведущий, конечно же, пригласил директора банка, строгого Сергея Ивановича. Тот сначала отнекивался, считая все это дурью и блажью, да и настроение у него было никак не праздничное. Дела в банке шли все хуже, прибыль слабая, и клиенты почему-то потихоньку перекочевывают к конкурентам. В чем причина, он пока не мог никак понять. Поэтому он вошел в шатер, сухо поздоровался, насупился и молча протянул ладонь, из-под лобья поглядывая на женщину, которая изображала ведьму. Загримированная Карина посмотрела руку, поводила по ней, как бы считывая информацию. Потом по сценарию поколдовала над магическим шаром, вводя руками и шепча что-то, и вдруг выдала. Вы – директор этого банка. У вас большие финансовые проблемы. Кредитов не дают, а доходы катастрофически падают. Если так дело пойдет и дальше, уже совсем скоро банк не выдержит, попросту лопнет. Вы растеряны и не знаете, как поступить. Самое главное – вы не можете понять, в чем причина. Поэтому и настроение хуже некуда. Радует вас только одно – дочка скоро замуж выходит, и вы надеетесь, что этот союз и вам тоже поможет. Вы очень ее любите и переживаете, чтобы зять попался честный и порядочный. У меня все. Мужчина аж рот открыл от удивления, пораженный услышанным. Ну ничего себе! Я думал, что это чистой воды надувательство. Но о том, что вы рассказали, не знает пока вообще ни одна душа. Вы все так точно описали. Мое вам почтение. И он вышел из шатра озадаченный и пригласил туда своего заместителя. Когда вошел следующий клиент, Карине физически стало плохо. Ее чуть не вырвало и резко закружилась голова. Ведь перед ней стоял никто иной, как ее несостоявшийся жених – Артур Смолин. Мужчина был дорого и стильно одет. Костюм с иголочки и лаковые туфли, безупречная укладка. Он вел себя развязно. Был уже в изрядном подпитии и, конечно же, не узнал Карину в гриме. А поэтому произнес. «Ну что, Кассандра, давай, наври стрекорба, чтобы мне понравилось. Что там меня ждет?» Она, стараясь подавить гнев и волнение, взяла Артура за руку и увидела совсем неприятную картину. Вот он договаривается с сообщниками. Один из них работает на конкурентов и решает разорить директора и обанкротить банк. Они задумали и разработали целую операцию. И именно для того, чтобы иметь прямой доступ ко всем счетам и бумагам, он решает жениться на дочери Сергея Ивановича Ксении. Хотя совсем ее не любит и даже презирает, считая просто тупой, богатой дурочкой. И именно ради нее он бросил Карину. Так вот, значит, в чем дело. В это самое время перед ее глазами вдруг вереницей пролетели недавние воспоминания. Все пронеслось, будто кадры киноленты. Вот она на приеме у гинеколога, та направляет ее на УЗИ. Карина уже волнуется и предполагает самое худшее. Не зря же ее стало так тошнить, особенно по утрам. Прямо сил нет. Девушка училась на медика, поэтому тут же поняла, что к чему, но все же надеялась. А вдруг просто организм дал сбой. Например, на нервной почве. Когда специалист на УЗИ подтвердил беременность и даже показал ей ту самую точечку, меньше макового зернышка, которая уже была малышом, стал ее с этим поздравлять, она еле сдерживала рыдание. И всеми силами пыталась не выдать своего состояния, а врач продолжал. Но вы чего так расстроились? Все в порядке с ребеночком. Через недельку-другую приходите, поставим вас на учет. Переживаете, что еще молоды и не справитесь? Напрасно. Поверьте мне, ребенок – это самое большое счастье в жизни женщины. А опыт ухода за малышом придет сам с собой. Патронажная медсестра будет помогать. А плакать вам нельзя. Малыш все чувствует. Старайтесь давать ему даже в утробе только положительные эмоции. Берите себя в руки, одевайтесь и берегите себя. Пригласите следующего пациента, пожалуйста. Но, казалось, девушка его совсем не слышит. Она еле выдавила из себя. До свидания. И, сломя голову, побежала вниз по ступенькам. Ей было нечем дышать. Кабинет казался невыносимо душным. Она подставила разгоряченное лицо прохладному ветру и разрыдалась в голос. Прямо вот так, посреди улицы, не стесняясь прохожих, которые удивленно на нее глазели. В голове билась только одна мысль. Ну я и дура, идиотка. Ведь бабуля же предупреждала. А я не поверила. И что теперь? Как я сейчас приду и все это ей скажу? Я представляю, как она отреагирует. Наверное, ругать будет. Все дело в том, что мама Карины, когда была в ее возрасте, точно так же обожглась. Поверила в любовь и забеременела. А парень ее бросил, посмеялся и улюзнул к другой. Так и сказал. Сама нагуляла, сама и воспитывай. Я здесь ни при чем. Нечего мне ермо на шею вешать. Все соседи судачили об этом и посмеивались над Татьяной. Варвара Захаровна горой встала на защиту дочери. Быстро всем рты закрыла. Хотя ей самой, конечно, все это тоже было неприятно. Да и жалко Танечку. И училась хорошо, и надежды подавала. И надо же было этому подлецу на ее пути встретиться. Но виду она не подавала. Утешала дочку, как могла. Подбадривала и настраивала на позитив. Эх, если бы она только могла предвидеть, что их ждет впереди. Но, к сожалению, карта судьбы близкого человека закрыта для гадалки. Но это было лишь начало их родового проклятия. Мама умерла прямо во время родов. У нее оторвался тромб, и новорожденную внучку из родильного дома пришлось забирать бабуле, Варваре Захаровне. После смерти Татьяны так они и жили вдвоем в деревне. Бабуле было ой, как непросто самой поднимать на ноги внучку, будучи в преклонном возрасте. Но она старалась, чтобы Карина одевалась и выглядела не хуже других деток в школе, регулярно покупала ей обновки и баловала вкусностями. Карина с бабулей были лучшими друзьями. Они подолгу беседовали о жизни. Варвара Захаровна учила девочку не спешить открывать свое сердце и доверять людям. Каждый раз напоминала, чем все закончилось у ее матери, и просила не повторять ее ошибок. Она повторяла внучке свои мысли, как мантру. «Запомни, деточка, сначала выучись в университете, найди хорошую работу, а уж потом только о семье думай». «Парня выбирай не по речам, а по делам. Сладко петь они все умеют. Не спеши, приглядывайся. Твое от тебя никуда не убежит». Девушка поступила в медицинский колледж и уехала в столицу, но университет у бабули денег, конечно же, не было. Карине по льготам предоставили общежитие и назначили социальную стипендию. Учеба ей нравилась, она старалась изо всех сил и бралась за любые подработки и поручения в деканате. Так как жизнь в столице была ой, какая они дешевая. С бабушкой они регулярно созванивались, ведь ближе человека-то у Карины ведь и не было. Она рассказывала ей по телефону обо всех успехах, делилась впечатлениями и каждый раз Варвара Захаровна в конце разговора ей напоминала. «Смотри мне, внученька, не поддавайся на заблазны. Их в большом городе очень много. Будь умницей, думай только об учебе, а женихов и любовь оставь на потом». Но Карина будто по какому-то злому року, точь-в-точь повторила все по маминому сценарию. С Артуром они познакомились в бизнес-центре. Карина туда относила пакет документов по поручению декана факультета, а мужчина шел с важных переговоров. Они столкнулись буквально лбами возле лифта и оба выронили все бумаги. Потом долго смеялись и их собирали воедино. Так и познакомились. Эта сероглазая натуральная блондинка с длинными гладкими, как зеркало, волосами и таким еще наивным взглядом из-под пушистых ресниц сразу приглянулась опытному лавелласу. Он, как охотничья собака, сразу взял след. Сначала он пригласил ее в кафетерий, который находился тут же в здании. Они пили кофе, мило болтали. Артур запал в сердце девушки так глубоко, буквально покорил с первого взгляда. Ну как же, взрослый, умный, деловой мужчина умеет красиво ухаживать и делать комплименты. Для Карины, у которой это был вообще первый опыт отношений, он казался рыцарем на белом коне. Все закрутилось так быстро, она и глазом моргнуть-то не успела. Корзины роз, походы в рестораны, поездки по ночной столице так вскружили ей голову, что она не устояла и поддалась искушению. Поверила в любовь, думала, вот оно, мое счастье, как в кино. Карина буквально купалась в нежности жениха. Он ласково называл ее русалочкой. Клялся быть верным до гроба и любить всю жизнь. Такие слова шептал на ушко. Одно расстраивало девушку. Жених не спешил ее знакомить ни с друзьями, ни с родителями. Они всегда были только вдвоем. Карина хотела было познакомить Артура со своими подружками и пригласить к себе в общежитие. Больно уж хотелось девчонкам на жениха-то посмотреть, но тот наотрез отказался и резко ответил. Карина, пойми, мне не по статусу по общежитиям мотаться. Да и о чем мне говорить с легкомысленными девчонками? Это не мой уровень. А у меня и друзей-то немного, больше деловые партнеры. Я с ними только по вопросам бизнеса встречаюсь. Ну что за капризы? Разве нам плохо вдвоем? Или тебя что-то не устраивает в наших отношениях? Девушка перепугалась и затараторила. Нет, что ты, я сильно тебя люблю и мне хорошо с тобой. Извини, если я тебя обидела, я не хочу ссориться. Такой вечер чудесный. Парень заулыбался. Ну вот и умница, люблю понятливых девочек. Иди ко мне, моя куколка, я тебя приласкаю. И парочка слилась в страстном поцелуе. Карина тут же позабыла обо всем на свете, погружаясь в пучину наслаждения. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Артур просто исчез, не брал трубку и игнорировал невесту. Карина плакала, страдала, ничего не понимала. Она сутками лежала, отвернувшись к стенке и горевала, никого не хотелось видеть. Телефон вдруг не выпускала вовсе, все надеялось, вдруг сейчас Артур ей позвонит и все прояснится. Но время шло, а телефон упрямо молчал. Ей казалось, стрелки часов остановились и совсем не двигаются. Девчонки по комнате подсказали ей, мол, подкарауль его возле работы и прямо поговори, расставь все точки над и или забудь. Но нельзя же так сердце-то рвать. Карина выбрала первый вариант и решила даже проследить за женихом. И выяснила, что тот собрался жениться на богатенькой невесте. Он каждый день вел ее нежно под ручку, открывал дверь салона, помогал присесть и точно так же, как Карине дарила хапки роз. Конечно, эта разодетая в дорогую норковую шубку и сапожки из крокодиловой кожи платиновая блондинка не шла ни в какое сравнение с тем, как выглядела Карина в своем старом пуховичке и дутых сапожках. И все равно ей было так больно и обидно. Зачем тогда клялся ей в любви? Морочил голову. Выходит, он ее ни грамма не любил, а просто попользовался как дешевой игрушкой. А теперь наигрался и забыл, забросил в дальний угол. Она подстерегла его на стоянке и рыдая спросила. Артур, что вообще происходит? Мы больше не пара, почему? Ты же говорил, что любишь, куда ты исчез? Не берешь трубку, не звонишь. Парень глянул на нее так, будто она была совершенно посторонним человеком, пустым местом и холодно произнес. Перестань ломать комедию. Ну, порезвились, по-моему, обоим все понравилось. А теперь у меня планы изменились, извини, я женюсь. Так что давай расстанемся друзьями. И не нужно меня преследовать, имей гордость. Неужели и так непонятно, что если мужчина не звонит, то ты ему больше не интересна? Карина так разгневалась, что влепила ему с размаха плюху и прокричала. Друзьями! Ты меня использовал, а теперь бросаешь как ненужную вещь и так спокойно об этом заявляешь? Да пошел ты к черту! Ненавижу! И убежала в слезах. Артур потер щеку и прокричал. Ну и катись, истеричка! Тоже мне принцесса нашлась. Да у меня таких еще миллион будет. Еще и строят из себя что-то. Голодьба из деревни. Да радуйся, что хоть столицу тебе показал, а она еще и дерется. Девушка и так рыдала день и ночь. Ей было так плохо, горько, обидно и тошно на душе. Ее выкинули на помойку как старый порванный башмак. И вот еще вдобавок эта беременность. Карина пришла домой из больницы и первым делом позвонила бабуле. Бабулечка, милая, прости меня, я такая дура, ты меня сто раз предупреждала. Теперь не знаю, что и делать, мне так плохо. Меня Артур жених бросил на другую богатую невесту променял, а потом я узнала, что беременная. Как мне дальше жить? Может пока не поздно аборт сделать? А то и правда, не дай бог, все как у мамы получается. Срок еще маленький. Кому я потом буду нужна? Одна, да еще с ребенком на руках? А вдруг я тоже умру при родах? Голос бабушки стал взволнованным, и она почти закричала в трубку. Не смей даже думать о таком, убить своего ребенка это страшный грех. Не плачь, не горюй, внученька. Воспитаем и правнука, куда денемся? А этого негодяя, который с тобой так подло поступил, жизнь сама накажет, так и знай. Приезжай на выходные в деревню, поговорим обо всем. Но поговорить ему уже было не судьба. Бабуля умерла, так неожиданно и скоропостижно. Возраст то уже был почтенный. Внучка еле выжила после похорон. Ее буквально оттягивали от гроба. Она выла и звала бабулю и не представляла, как будет жить в одиночку. Ведь она осталась совсем одна на этой земле. И вот спустя три месяца Карина снова встречает волю судьбы негодяя Артура. Его резкий голос вывел ее из воспоминаний. Ну что ты там заснула что ли старая? Что меня ждет? Карина взяла себя в руки и гортанным голосом стараясь не выдавать себя ответила. Я просто в шоке от того что вижу. Вас ждут несметное богатство, свадьба с красавицей и богатая жизнь. Только счастье и радость впереди. Да вы просто баловень судьбы. Вам покровительствуют сами небеса. Деньги будут буквально сыпаться золотым дождем. Вы сможете ни в чем себе не отказывать вообще. Довольный Артур расплылся в самодовольной улыбке. Ну все правильно. Так и должно быть. Я хороший человек, зла никому не сделал, мухи не обидел, так что мне по праву должно всегда вести. Порадовала. Старуха вот держи, заработала. И он кинул ей смятую купюру 100 рублей из кармана. Карина прямо пронзила насквозь ненависть к этому подонку. Ей хотелось прямо тут же вцепиться ему в лицо и рассказать, что она увидела и чего он на самом деле стоит. Но в шатер заглянул очередной сотрудник. Смолин, ну где ты там пропал? Пойдем выпьем, потом я на очереди. И увел подвыпившего заместителя из шатра. Карина с огромным трудом закончила свое выступление, так как буквально все подвыпившие сотрудники решили узнать, что же их ждет по судьбе. То, что она увидела, повергло ее в шок. Оказывается, как минимум еще трое человек тайно передавали всю информацию конкурентам и даже подсовывали директору банка на подпись липовые документы, будучи с ними в сговоре. Да уж, ну и пригрел Сергей Иванович на груди змеиный коллективчик. Неудивительно, что его банк, как «Титаник» стремительно идет ко дну. Когда шоу закончилось, Карина отозвала в сторонку директора Сергея Ивановича, хоть это было и непросто, и шепнула ему. «Извините, мне с вами срочно нужно поговорить с глазу на глаз, чтобы нас никто не слышал. У меня для вас очень важная информация». Мужчина удивился, но не стал ничего переспрашивать и показал ей, куда идти. Они вышли через задний двор и прошли в соседний домик. Там были гостиничные и частные апартаменты. Все красиво и ухоженно и выполнено в старинном стиле, похоже на замок. Директор открыл номер своим ключом и сказал «Проходите, это мои личные апартаменты, подобие кабинета. Я сюда иногда приезжаю отдохнуть или поработать в тишине, чтобы никто не мешал. А то дома вечно проблемы, шум, гам, гости сосредоточиться. Так что там у вас? Я слушаю». Карина стала переодеваться и сняла в ванной грим. Когда вышла обыкновенная девчонка в джинсах и свитере, директор аж присвистнул. «Ух ты! Вот это перевоплощение! Да вы, оказывается, красотка и такая молоденькая. Не ожидал». «По возрасту, как моя дочка Ксения, отлично выглядите». Карина затороторила. «Сергей Иванович, послушайте ваш заместитель Смолин последняя сволочь. Он с подельниками хочет вас обанкротить. Мало того, еще трое ваших сотрудников Титов, Ларцев и Коровин выкладывают всю информацию конкурентам. И вы только недавно, точнее позавчера, подписали липовый договор. А еще вы не знаете самого главного. Артур это мой бывший парень. Он бросил меня и решил жениться на вашей дочке. Но он ее совсем ни капельки не любит, просто хочет таким образом поближе подобраться к вашим счетам и бумагам. Чтобы легче было завершить задуманное злодеяние, понимаете? А я беременна от этого подонка. Фу, вроде все сказала. Сергей Иванович недоверчиво смотрел на Карину, не в силах принять и переварить услышанную информацию. Что-то все это выглядит чересчур фантастично. Может вы это нарочно придумали из мести, что вас жених бросил. Вы точно уверены в своих турблестяще выполняет свою работу. У меня к нему нет нареканий. Даже не знаю, что сказать. Карина ответила. Думайте, как хотите, но мне врать незачем. Просто хотела вас предупредить. А там поступайте, как знаете. Мне пора. До свидания. Директор замешкался и вытянул внушительную пачку денег. Да, конечно, не задерживаю. Вот, спасибо вам за выступление. Гости были в восторге. Всем всю ночь Сергей Иванович не спал и думал над словами этой странной гадалки. С одной стороны, все, что она рассказывала, было, ну, очень уж неправдоподобно. Такое ощущение, что он находится в логове изменников и врагов. Но, с другой стороны, про дочку и плохие дела банка она ведь правду сказала. Может, и про остальное не врет. Директор решил все перепроверить на всякий случай. Первым делом он тайно поставил везде, где только можно, их пригласил независимую аудиторскую компанию с проверкой, специалистов по компьютерным системам. Те перелопатили все отчеты и бухгалтерскую документацию. И, в-третьих, нанял частного детектива, чтобы тот проследил за Артуром. То, что удалось узнать уже спустя неделю, повергло директора в шок. Гадалка оказалась права на все 100%. У Артура действительно оказались подельники, причем один из них сотрудник банка конкурентов. Негодяи задумали настолько хитрый и виртуозный план банкротства, что если бы не Кассандра, то им бы все точно удалось. Попутно вывели на чистую воду вора-бухгалтера и двоих из юридического отдела. Но, что самое страшное, подонок Артур, нисколько не смущаясь, погуливал на стороне и изменял Ксении направо и налево. Причем менял девиц как перчатки. Частный детектив предоставил кучу фото и других доказательств. Банкир приехал домой и позвал к себе в кабинет дочку. Ксения, послушай, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Дело дрянь, скрывать не буду. Ты же знаешь, я человек прямой и врать не стану. Вот, смотри сама. По-моему, комментарий тут излишний. И он кинул на стол пачку фото, где Артурчик страстно целуется и занимается интимом то с одной барышней, то с другой. Фото свежее, все сделаны на этой неделе. Ксения округлила глаза и заплакала. Нет, папа, я не верю в это. Это наверняка фотомонтаж. Артур не такой, он ведь любит меня. Ты что, специально нас решил рассорить? Вчера его действительно не было дома, но ведь у вас была важная деловая встреча допоздна в ресторане. Я его не ругала даже. Бизнес есть бизнес, я все понимаю. Мужчина добавил. Да не было у нас вчера никакой деловой встречи, в том-то и дело. Этот наглец обманывает тебя. Пойми, хорошо, что это выяснилось сейчас, до свадьбы, иначе потом бы было все сложнее. А еще он любил до тебя одну хорошую девушку и бросил ее беременную. Это тоже не аргумент. Ладно, вот послушай, это запись из ночного клуба. Голос точно принадлежал Артуру. Он варковал с какой-то девицей. Моя ты сладкая, аленка, я тебя купил на всю ночь, иди ко мне, моя цыпочка. И женский голос. Конечно, мы хорошие, я выполню любое твое желание. А как же твоя невеста? Она не будет ревновать, если узнает? Мне проблема ни к чему. Артур рассмеялся и ответил. Да что эта тупая курица заметит? Она влюблена в меня по уши, так что ни о чем не догадается. А меня от нее аж тошнит. Ни рожи, ни кожи, а в постели полное бревно. Но при этом папочка директор банка. Она нужна мне лишь на время, для важного дела, а потом я ее сразу брошу. Пьяный Артур говорил и говорил, но Ксения выключила записи и расплакалась на плечо отца. Как же так, папочка? Он же в любви клялся, Сергей Иванович приласкал свое сокровище. Но что ты такое говоришь, глупенькая? Я тебе умру. Этот подлец того не стоит. Ты самое дорогое, что у меня есть. Все будет хорошо. Ты еще встретишь достойного парня, который полюбит тебя действительно искренне. Ты этого достойна, поверь. Бери пример с Карины. Этот подонок и ее бросил беременную, а она не унывает. А с негодяем Артуром и другими темными лошадками в своем банке я завтра же на совещании разберусь. Им мало не покажется, поверь. Уже на следующий день Сергей Иванович собрал экстренное совещание, где разнес пух и прах подчиненных. Сотрудники были немало удивлены, когда он положил перед ними кипу бумаг, подтверждающих причастность некоторых якобы проверенных людей, на которых никто никогда и подумать не мог, к участию в темных делишках. Артур и его команда вылетели с волчьим билетом из банка, да и бухгалтер тоже. Мало того, на них завели уголовное дело за хищение крупных сумм денег. Теперь директору банка все стало ясно, почему дела так плохо шли. Он удивлялся, как с такой командой вообще до сих пор не обанкротился. Сергей Иванович подключил все свои связи и сделал так, чтобы негодяй лишился всего, что нажил незаконным путем и его теперь ни одна уважающая себя компания на работу не примет. Прошло еще две недели, Карина по-прежнему выезжала на дом к клиентам и гадала, посещала лекции в колледже, как вдруг раздался телефонный звонок. На том конце провода был сам Сергей Иванович. Добрый день, Карина, у меня к вам деловое предложение. Поскольку все ваши прогнозы сбылись с точностью до мельчайших подробностей, то я бы хотел пригласить вас на работу ко мне, личным консультантом. От вас потребуется присутствовать на всех важных сделках и переговорах и говорить мне, если партнеры ненадежны или задумали недоброе, только и всего. Обещаю, деньгами не обижу, что скажете? Карина опешила, такая возможность не каждый раз выпадает. И она с радостью согласилась на предложение Сергея Ивановича. Ей сейчас и правда лишняя копеечка не помешает. Нужно боюсь столько всего купить для малыша. Так уже со следующего понедельника Карина была зачислена в штат банка на должность консультанта. Она присутствовала на переговорах, поддерживала непринужденную беседу и будто не означай касалась руки партнера и хорошо видела, что у того на уме. Благодаря ей удалось заключить четыре выгодных сделки и предотвратить две темных. Так что банкир был Кариной вполне доволен. Мало того, он познакомил ее со своей дочкой Ксенией, ведь они были одногодки и женщины очень подружились, часто ходили в кафе, ели мороженое и по-своему по-девичьей болтали. Оказалось, у них много общего. Ксения, несмотря на то, что выросла в богатой семье, была очень хорошим и простым человеком, незаносчивым и точно так же, как Карина по своей доверчивости и наивности попалась на удочку негодяя Артура. Польстилась на комплименты и медовые речи. И только благодаря Карине ей удалось вовремя распознать негодяя и вывести его на чистую воду. Однажды Карина шла домой с работы и увидела, как стая собак напала на породистого красивого пса в дорогом ошейнике. Тот жался к стенке, но свора была огромная и силы явно не равны. Ей стало так жаль бедолагу, что она схватила огромную палку и стала разгонять истервеневшую от вида крови свору. Хотя и сама порядком испугалась, если честно. Не очень хотелось быть искусанной в ее-то положении. С большими трудами ей удалось отбить пса. Он скулил и припадал на одну лапу. Из нее сочилась кровь. Ухо тоже было разорвано в клочья. Немешкая, девушка повела его в ветеринарную клинику. Пришлось выложить кругленькую сумму, но пса подлечили, зашили рану и обработали. Выписали уколы антибиотика. Уже дома она накормила беднягу и рассмотрела его ошейник. С обратной стороны был написан номер телефона. Карина, не раздумывая, набрала номер. На том конце провода она услышала приятный мужской голос. «Добрый день, я вас слушаю». Девушка робко сказала «Здравствуйте, меня зовут Карина. Ваш пес у меня». Он бродил по улице и, видимо, потерялся, и на него напали собаки. Я еле его отбила, но не переживайте, рану уже зашили. Я пса в ветеринарную клинику свозила, там ему профессионально помогли. «Как его зовут?» Мужчина срывающимся голосом прокричал. «Подождите, как раненый бродил по улице? Он же должен быть дома под присмотром, а я-то думаю, что эта супруга трубку не берет». «Пса зовут Ричи, а меня Артем. Я дальнобойщик, в рейсе сейчас. Возвращаюсь через пару дней и сразу заберу пса». «Вы только не гоните его, можно он пока у вас побудет?» Карина успокоила мужчину. «Не переживайте, я же не для того его спасала, чтобы выгонять». «Адрес я вам сейчас в сообщении отправлю, а за Ричи не волнуйтесь, мы с ним поладим. Скажите только, что он ест обычно, а то я в собачьих кормах не очень разбираюсь». «Спасибо вам огромное, это самый верный мой друг». Пес и правда оказался очень умным и смышленым. Теперь Карина по утрам вставала на час раньше и гуляла с ним в парке и после работы тоже. Он лизал ей руки и щекотал шершавым языком. А еще смешно давал лапу. Карина специально покупала ему вкусняшки и косточки, как лакомство к корму. Ричи это ценил и радостно подпрыгивал, виляя хвостом. Три дня пролетели незаметно. И вот за псом приехал хозяин. Это оказался приятный на вид моложавый мужчина. Зеленоглазый шатен с выразительными глубокими и такими печальными глазами. Он с порога поздоровался. «Добрый день, вы Карина?» «Я Артем, приехал забрать Ричи. Спасибо вам огромное, что спасли его и приютили. Я ваш вечный должник». Ричи, услышав голос хозяина и почуяв его запах, тут же побежал в прихожую и с разбегу запрыгнул Артема, лизал ему лицо, а в глазах стояли слезы радости. Это было так трогательно, что Карина тоже всплакнула. «Господи, как хорошо, что вы нашли друг друга. Я видела, как пес скучает и страдает без хозяина. Ведь собаки самые преданные существа в мире. Идемте на кухню, я вас чаем напою и поговорим заодно. Расскажите, как же так вышло, что Ричи потерялся?» Артем сразу погрустнил. Он опустил голову и начал свое повествование. «Да история-то вовсе не веселая. Пока я был в рейсе, моя жена нашла себе любовника и сбежала к нему. А Ричи попросту выгнала на улицу, чтобы не мешал. Я до сих пор не могу в это поверить. Приехал ни вещей, ни денег, которые я таким трудом зарабатывал, ни собаки. Но это и не удивительно. Лена меня никогда все, пропал. Она такая красотка, рыжая бестия, а формы любая модель позавидует. Цену себе, конечно, знала, любила модно одеваться и дорогие побрякушки. Сама нигде не училась и не работала, но меня и это не смутило. Мы стали жить вместе в моей квартире. Практически все, что я зарабатывала, она тратила только на себя. Ричи откровенно недолюбливала. Он на мне все зудело, что собака в квартире это ужас и антисанитария, и нужно его отдать кому-нибудь. Но я даже слушать этого не хотел. Я его с малюсенького щеночка вырастил, по часам кормил, прививки делал, лечил. Я люблю его как родного ребенка. Он член моей семьи. Вот мы на этой почве все ругались. Плюс к тому я очень хотел детей. А Лена ни в какую. Мол, фигура испортится рано еще. И поставила условие либо собака, либо ребенок. Ну как я могу взять и вышвырнуть пса? Ну это же предательство. А последние полгода мы жили все хуже и хуже. Все время ругались. Мне соседи стали говорить, что она по ночам поздно приходит. И к ней какие-то мужчины наведываются. Но я не верил до последнего. Думал так бабские сплетни. И вот дождался, пока она совсем сбежала. Так что я муж рогоносец классический вариант. Вот такие наши с Ричи дела. Буду на развод подавать. А вы почему одна? Такая симпатичная и молоденькая. Карина тоже тяжко вздохнула. Да не вы один такой. Я вот тоже идиотка каких мало. Полюбила парня, думала поженимся. Он мне в любви вечной клялся. А потом раз и пропал. Оказалось променял меня на богатенькую невесту. А уж после расставания я узнала, что беременна. Уже четвертый месяц. Так что тоже все не весело. Буду мать одиночка, никому не нужная. Но ничего, надо верить в хорошее и не раскисать. Артем затороторил. Это правильно, Карина. Вам есть для кого жить. Ведь малыш это такое счастье. Не отчаивайтесь. Можно мы с Ричи будем вас проведывать? Вместе погуляем. И вам с малышом полезно, и нам с Ричи очень приятно. Вы не против? Карина улыбнулась. Конечно я не против. Я буду скучать по Ричи. Так к нему привязалась. Он такой умница, послушный и добрый. Она потрепала пса за ушком, тот завилял хвостиком и облизал ей руки. Прошло пару дней. Карина ловила себя на мысли, что очень сильно скучает по Артему. Ей был очень приятен этот мужчина. С ним почему-то было так легко и хорошо. Но Карина себя тут же одергивала. Забудь. Ты ждешь ребенка от чужого мужчины. Зачем тебе Артем? А парень пришел к ней домой снова с Ричи и пригласил на прогулку, сердце девушки забилось чаще, и она очень обрадовалась встрече. Парочка весело и интересно провела время. Ричи смешил их кульбитами и переворотами, задорно лаял и приносил палку. Так постепенно парочка очень сблизилась. Они много общались, ходили в гости друг к другу. Между ними было колоссальное притяжение, как магнит. Артем отпекал и помогал Карине, ведь животик рос не по дням а по часам. Старался помочь донести тяжелые сумки и ходил с ней на курсы молодых родителей, слушал, как ухаживать за малышом. Чтобы ей не было там грустно и одиноко. Ведь большинство будущих мамочек ходили туда с мужьями. Мало того, Артем вдруг резко сменил работу, мол, чтобы пса одного не оставлять, и перешел в службу городского такси водителем. Теперь они виделись гораздо чаще. На самом деле Артем влюбился в Карину в тот самый момент, когда она спасла его питомца. Он сразу понял, что у нее доброе и отзывчивое сердце. А когда ему открыла дверь очаровательная сероглазая красавица с ладненькой фигуркой, то совсем потерял голову. Его совершенно не смущала беременность Карины. Детей Артем просто обожал. Ведь у самого было три младших брата, он из многодетной семьи. Все детство прошло весело, и дружили, и друг за другом горой стояли, и дрались, всякое бывало, но уж точно не было скучно. Поэтому парень мечтал, что в его собственной семье будет так же. Но в своих чувствах он категорически боялся признаваться. Не знал, как Карина все это воспримет, не оттолкнет ли его, и решил ее любит. Но однажды произошло кое-что в корне изменившее ситуацию, и перевернувшее с ног на голову отношения Карины и Артема. Все дело в том, что Артур, которого выгнали в за шеи отовсюду, злился на весь белый свет, а особенно почему-то на Карину. Хотя по сути бросил-то ее он сам, и думал, что совершенно не любит. Действительно покуражился и все. Недавно Артур увидел, как она шла под ручку с молодым человеком. Они ворковали, смеялись. Впереди бежал пес и вилял хвостом. Животик у Карины уже был очень заметным, но ее это нисколько не портило. Женщина была счастливой, цветущей и просто светилась от улыбки. Мало того, мерзавец узнал, что она теперь работает в банке Сергея Ивановича консультантом. Его это вообще убило на повал. Да какой из этой соплячки консультант? Меня с таким опытом и знаниями выгнали, как собаку, а эту свиристелку приняли? Так значит, именно она приложила ко всему этому руку? Она вид ведь овца овцой, но ничего, она у меня еще попляшет. Артура Смолина никто унижать не смеет. Мужчина все чаще напивался и мысленно уже расправлялся со своей обидчицей. Он и сам не знал, почему его так бесило, что Карина вопреки всему стала счастливой. Артур то думал, что она до сих пор по нему сохнет, а оказывается с другим разгуливает. Вот стерва. Парочка все время гуляла с псом в одно и то же время, в определенные дни. Это уже стало их небольшой традицией. Так вот, в один из таких дней Артур и подстерег их в парке, долго поджидал за деревьями и постепенно напивался виски, продумывая план мести. А потом, завидев счастливую троицу, резко выскочил на аллейку. В его руке был столовый нож. Он нехорошо ухмылялся и шел прямо на девушку. Ну, привет, любовь моя. Узнала? Я смотрю, ты недолго так горевала после расставания. Уже нового хахаля себе завела и залететь успела. А как же я? Ты ведь тоже клялась мне в любви. Из каких это пор ты консультант в банке? За какие такие заслуги тебя туда взяли? А ну отвечай, гадюка. Карина сильно испугалась, но глаз не отвела и решительно ответила. Помни, что гадалку в шатре на корпоративе, которая тебе несметное богатство обещала? Так вот это была я. Только увидела я по твоей руке совсем другое. То, что ты хотела банкротить Сергея Ивановича и жениться на Ксении по расчету. И я разве это не так? Или я хоть чем-то соврала? Ты заигрался, Артурчик, и сам срубил сук, на котором сидел. У тебя было все. Отличная перспективная работа, любящая невеста, но ты выбрал ложь, предательство и лицемерие. Ты же сам мне сказал, что я тебе не нужна и чтоб я убиралась. Так чего тебе сейчас нужно? Да, я полюбила Артема, и он не такой, как ты, и она повернулась к ошалевшему от таких слов Артему и страстно его поцеловала. Аж у самой дыхание перехватило. Артур окончательно взбесился. Ах, ты стерва! Никто не смеет унижать Артура Смолина. Запомни, ты сейчас за все поплатишься, попомнишь меня еще. И он пошел на Карину с ножом. Но тут верный Ричи храбро встал на защиту женщины. В два прыжка подскочил к обидчику и впился зубами в руку, в которой был нож. Ну, а уж Артему осталось скрутить трепыхающегося обидчика и вызвать полицию. К этому моменту вокруг них собралась толпа зевак, которые видели все происходящее и дали показания, что именно Артур набросился на молодых людей с ножом. Негодяя увезли, он выкрикивал проклятие в адрес Карина и Артема и продолжал угрожать расправой. Алкоголь сделал свое дело, и мужчина не соображал, что творит. Карина гладила пса и благодарила его. Спасибо тебе, мой спаситель, мой хороший, самый храбрый пес, не побоялся, защитил. Но как тебя не любить? Вдруг Артем повернул ее резко к себе и, глядя прямо в глаза, спросил, это правда то, что ты сказала своему бывшему? О том, что любишь меня. Только не ври, мне важно это знать. Пожалуйста, ответь честно. Или ты просто хотела его позлить? Карина вздохнула. Это правда. Я давно тебя полюбила, еще тогда, когда мы впервые встретились, но боялась признаться. Ну зачем я тебе нужна с чужим-то ребенком? Это же такая обуза и ответственность. Я и сама-то еще не знаю, как буду справляться. Не хочу тебя во все это впутывать. Ты найдешь еще себе девушку хорошую, и она родит тебе ребеночка, твоего. Но сколько бы я себя так не уговаривала, толку ноль. Ты мне по ночам снишься, если честно. Я не могу с этим ничего поделать. Фух, наконец-то я это сказала. Теперь ты меня точно не захочешь больше видеть. Артем прижал к себе Карину и поцеловал так же страстно и долго, как и она его. Потом прошептал. Глупышка моя, я тебя тоже полюбил сразу и точно так же идиот боялся об этом сказать, понимаешь? Думал, ты не так поймешь меня или прогонишь, оттолкнешь. Какие же мы дураки. И ребенок, которого ты носишь, мне уже не чужой. Он еще не родился, а я его уже люблю, понимаешь? И фамилию дам свою, и отчество, и растить буду, как родного. Ты не иначе бы так и мучились дальше и не решались признаться в своих чувствах. Все, решено, сегодня же переезжаешь ко мне, мы теперь одна семья. А после выходных подаем заявление в ЗАГС. Я тебя со своей семьей познакомлю. У меня отца правда нет, но зато чудесная добрая мамочка и три брата. Ты им обязательно понравишься. На сердце у Карины стало так тепло и хорошо. Какое счастье, теперь она не одна, у нее есть настоящая семья. И не надо больше мучиться и скрывать свои чувства, плакать по ночам в подушку. Вся родня Артема приняла ее очень хорошо. Они накупили всем подарков и пришли в гости. Мужчина ее так представил. Мама, братья, познакомьтесь. Это Карина, моя любимая женщина, и мама вплеснула руками и обняла тут же женщину. Ой, сыночек, а что ж ты молчал-то до последнего? Вот партизан. Мы так рады, наконец-то и я внуков дождусь. Кариночка, проходи, дочка, сейчас за стол будем садиться. Ты не стесняйся, у нас все по-простому. Будь как дома. Ты теперь часть нашей большой семьи. В разгар застолья мама Артема разговаривалась с Кариной по душам. Ты сразу видно, женщина хорошая, вежливая, не то, что его бывшая. Вот где мерзавка была, нос воротила от нас и здоровалась через раз. Артем так страдал с ней, ведь гуляла за разой направо и налево, весь район об этом знал. Ее хахали на разных машинах пьяную домой подвозили, а она даже не стыдилась этого. А я все молилась, чтобы Артему попалась хорошая женщина. Вы в нем не разочаруетесь. Мы хоть и простые люди, не очень богатые, но зато добрые и отзывчивые. Мальчишки у меня все отличные. Горой друг за друга стоят, с малолетства работают, мне помогают. Сама понимаешь, тяжело ведь одно это троих было на ноги поднимать. Василий, муж мой, рано умер. Степке самому младшему только годик исполнился. И смерть такая нелепая. Перемерз на работе и заболел пневмонией. За неделю сгорел. С того дня пара стала жить вместе в квартире Артема. Оказалось, что они так похожи. В них совпадали вкусы на все, интересы. Они вообще практически не ссорились. Артем так заботился о Карине, оберегал, гладил животик и включал музыку, разговаривал с малышом, чтобы тот привыкал к его голосу. Карину это так умиляло. Привет, маленький, это я, твой папка. Как ты там? Мы с мамочкой тебя очень ждем и будем сильно любить. Женщина почти плакала от счастья в такие моменты, а вот с гаданиями было покончено. Дар совсем пропал. Она больше ничего не могла прочитать по руке. Не было видений. В один из дней, когда Артем был на смене, она поехала на кладбище к бабуле. Поухаживала, поставила на могилку свежий букетик, протерла запылившееся фото, на нее смотрела бабуля, как живая, все те же добрые, лучистые глаза, такие всепрощающие и все понимающие. Господи, как Карине не хватало бабулей, ее мудрых советов и наставлений, так хотелось просто обнять самого близкого человека и не расставаться с ним. Долго сидела, разговаривала с ней и спрашивала. «Бабулечка, почему я больше ничего не вижу? Куда пропал мой дар? Я ведь гадала по-честному, без обмана, денег не брала, никого не обидела, никому не соврала. Что случилось?» Но сколько она не прислушивалась к себе, ответа не было. Только ветер колыхал кроны деревьев, да небо хмурилось ей в ответ. Так и не дождавшись ответа, Карина окончательно замерзла и поехала на электричке домой. Сматривалась покосившаяся от времени деревенские домики, где когда-то прошло ее беззаботное босоногое детство. Однако той же ночью Карине приснилась бабушка. Она сидела на краешке ее кровати, как в детстве, гладила по голове и приговаривала. «Внученька, твой дар пропал, потому что ты сейчас счастлива. Твоя душа наконец-то успокоилась. Так и должно быть, но ты знай. Случись какая беда, дар снова проявится и поможет тебе обязательно. Это я точно знаю. Я очень рада за тебя и мне теперь тут спокойно. У тебя родится мальчик, а потом две девочки. Ты проживешь с Артемом долгую счастливую жизнь. Все, милая, мне пора, нельзя дольше. Береги себя, храни тебя Господь». Она перекрестила ее, как раньше, когда она была маленькой, и вытерла набежавшую слезу. Карина вскочила и зашарила по кровати. Ей не верилось, что это лишь сон. Все было как наяву. Она шептала, «Бабуля, не уходи, побудь со мной еще хоть немножко, прошу тебя». Перепуганный Артем тоже проснулся и включил свет. «Милая, что случилось? Ты вся бледная и в холодном поту. Кошмар приснился или плохо? Может скорую помощь вызвать? Ты только скажи, где болит, я мигом». Он прижал ее нежно к себе, укрыл пледом, чтобы не простудилась. А Карина тихо сказала, «Ко мне во сне бабушка приходила, как живая, в своем цветастом платочке и любимом халате в горошек. Ты знаешь, она мне сказала, что мы с тобой проживем долго и счастливо. И у меня родится мальчик и две девочки. И что ты и есть моя судьба? Ты знаешь, я ей верю. Мне так хорошо с тобой, и я очень боюсь тебя потерять». Артема я тихо обнимал и уговаривал, «Не бойся, любимая, я никуда не денусь, не исчезну и всегда буду рядом. Все наши беды и невзгоды позади, а впереди только счастье и радость. Все, ложись, я тебе сейчас чайок сделаю сладенький и твое любимое печенье принесу». Спустя пять месяцев Карина без всяких трудностей родила здорового богатыря весом аж 4-100. Назвали сына Андреем. Когда его приложили к груди роженицы, женщина впервые в жизни рыдала на взрыв не от горя, а от счастья. Она даже не подозревала, какая же это радость. Все внутри нее было наполнено вселенской любовью к малышу. Она целовала носик и пухленькие щечки и шептала про себя. «Спасибо тебе, бабушка, что не дала тогда грех совершить. Ты с детства меня оберегала. Вот твой внучок и родился. Я верю, что ты с небес его тоже видишь и радуешься за меня». На выписке счастливый Артем гордо держал на руках малыша и говорил всем. «Это Андрей, мой сын, слово и записал сына на себя. Никто из персонала роддома даже не удивился. Многие его поздравляли и говорили, что мальчик вылитый папа». Пара решила не тянуть и уже через месяц устроила Кристины. Крестной мамой пригласили быть Ксению, дочку Сергея Ивановича. Они теперь очень сдружились и женщина с радостью приняла предложение. Ксения была рада за подругу, что ей повезло найти свое счастье и она была бесконечно благодарна Карине, что-то вовремя уберегла ее от беды и свадьбы с подонком Артуром, а папу от банкротства. А в крестные отцы малыша позвали лучшего друга Артема, Костю. Он был сильным программистом и работал в солидной компании. Именно тут на мероприятии завязались отношения между молодыми людьми. Сначала их сплотило крещение Андрейки. Оба сильно переживали, когда переодевали и держали малыша на руках. Потом они стали дружить, все вместе, вчетвером. Как кумовья собираться на шашлыки и просто в выходные. И вскоре Ксения и Костя тоже стали парой. Со свадьбы тянуть не стали, так как Ксения тоже забеременела. Теперь уже Карина с Артемом гуляли сначала на свадьбе лучших друзей, а потом и на кристинах. Сергей Иванович радовался за дочь. Пусть Костя и не богатенький мажор, но сразу видно, как он любит его дочь, как заботится, а это самое главное. Прошло пять лет, и в семействе Артема и Карины уже вовсю бегали трое деток. Все, как и говорила бабуля Андрей, Мила и Снежана. Они продали квартиру и купили большой дом за городом, чтобы всем хватило дружная семья и много детишек. Карина из стройной зероглазой милашки давно превратилась в красивую статную женщину. Покруглела, стала более женственной. Было нелегко. Попробуй-ка целый день пробегать и уследить за тремя пострелятами. Уставала до чертиков. И все равно. Поздно вечером, когда все сопели по кроваткам, она поправляла с любовью одеяло, целовала любимые носики и щечки, убирала разбросанные по всему дому кубики и куклы и была совершенно счастлива. Ведь материнство это главное призвание женщины, кто бы что не говорил. Артем оказался отличным мужем и настоящим главой семейства. Карина за ним была как за каменной стеной. Всякое бывало, и обиды, и слезы иногда. Но всякий раз Артем непременно подходил к жене первый, обнимал и шептал на ушко. А я все равно тебя люблю. Хоть ты иногда невыносимая вредина, но мне никто другой не нужен. От этих его теплых искренних слов ей становилось так хорошо и тепло на сердце. Тут же улетучивались все обиды и злость. Она обнимала мужа и в ответ тоже шептала. Я тоже тебя сильно люблю. Давай мириться. Ричи был всеобщим любимчиком семейства. Теперь ему было с кем играть и гонять мяч. Детей пес просто обожал и позволял им безобразничать и творить с ним что угодно. Все терпел и катал их верхом. Дети визжали от восторга и тоже души не чаяли в своем питомце. Карина совсем не жалела, что ее дар пропал и больше не возвращался. Зато она обрела гораздо больше. Любовь, мужа, детишек и дом, в котором на долгие годы поселилось счастье.